без яркой подсветки тут от люстры хорошо добивают всем прекрасного дня отличного понедельника надеюсь сегодня на все ресурсы это видео выложу что-то у меня прям какой-то был период застоя в макияже и все планы что-то где-то перебрать разобрать у меня пока по другим шкафам до своей коллекции косметики я толком не дошла вчера посмотрела лаки для ногтей нашла практически засохший черный выбросила нашла синие блестки и синий такой уже начавший там слои с густеть лак слила в один флакон как-то до конца года домучу помню что летом устраивала типа как бы прожить вот даже пытаюсь достать коробку с лаками близко здесь отставленную понимаю что по-моему это даже не он это другие лаки как я в июле это объявила так я эти лаки куда-то спрятала засунула забыла все-таки не рутину ухода за собой ее надо держать по-русски рутина ассоциируется с чем-то грустным еще скучным нет это все-таки хороший таймер день начался день закончился хороший способ вообще себе напомнить где ты в каких-то объемах формах что собираешься делать на что настраиваешься вообще на что рассчитываешь поэтому я за то что такие вещи забрасывать нельзя сегодня немножко вышла из зоны комфорта макияж выглядит вроде бы так более-менее примерно то что я очень часто в своей жизни делала но я начала с а спонж я уже отнесла помыла в ванную так что поверьте был спонж мокрый я сделала подмалевок под макияж за хайлайтер вот уже как донышко расширяется а потом подумала схватила палетку сестричку и в качестве бронзера и подмалевка под тени и под румяна вот такой цвет то что сияет на щеках это уже после тона и после пудры я пробегалась дополнительно вот этим цветом и пришел час перепрессовочки вот этот розоватый тоже революшн но из другой палетки сюда переехал в начале года и кстати цвет нектарин сегодня тоже он у меня и в уголке глаза и на скуле он натерт не знаю при дневном свете может быть как-то где-то вот это все грубо будет выглядеть а сейчас при свете лампы мне очень нравится а на губы знаете что я занырнула в свой ящик с помадами который тоже требует разбора где на все найти дополнительную жизнь чтобы все успеть и гидролипс пробники у меня их осталось 5 штук они будут героями нашего видео один из них уже сломался но на губах все еще приятно и я думаю надо устроить их скорейшее использование в свое время ультра от Avon блестящая у меня переехала в палетку из-под теней и это обеспечивает все-таки никакое использование этих пробников я кто первый раз заскочил на канал вот помады в пулях вот я уже не помню когда я эту ардеко купила наношу поверх гидролипс вот проверить как она жива еще моя старушка видите у старушки носик родной там не затерт что я ее купила может быть там пару раз накрасилась приятная такая легкая текстура вот которая мне нравится я вот не люблю так чтобы жирно массивно на губах было нет легенькая такая текстура даже из стика я почему больше люблю или пальцем или кисточкой помады наносить что-нибудь сложится мой цвет вот кисточка я бы это попрямее сделала так согласна что криво не идеально надо разбираться со всем этим ящиком и сейчас наверное я украду полчасика времени мы сделаем палетку для куб из того что завалялось у меня по закромам родина и как раз палеточка она куда-нибудь в рабочую сумку ляжет ибо цвета там более чем носибельные остались и постепенно как-то они пойдут в расход хватит лежать уже даже в каталоге этой помады нет а у меня все еще 5 пробников надо использовать кстати большая гидролипс у меня живет в рабочей сумке и да я ей чтобы губы как-то посвежее выглядели потому что удачный цвет мои губы только лучше а эти красные розовые оттенки прям дополнят это все и может быть если успею раздребу лак может быть даже с ними не обещаю пойдите так начнем в комнате нашла маленькую палеточку уже не помню что это было вот это сейчас нам не надо двусторонний скотч хорошая штука пробники гидролипс 5 надо как-то это подумать получше разместить как-то это было так чтобы украсть так так как вот все не никак, вот как не крути вот если так по-моему, вот так максимальный объем мы закрываем пойду помою тирефилы кстати, арт-деко это не помню что оторвем стикер, он нам сейчас не нужен и вернемся рассовывать фамады по местам я вернулась и я решила не ходить на кухню не греть в микроволновке не греть в духовке не коптить над свечкой я вспомнила, что у меня есть плойка и подставка под горячее плойка уже работает на 200 градусов так, ну что ж, самый грязный этап работы там за кадром, или в кадре, не за кадром влажные салфетки помадка вот такие очаровательные цвета так, вот этот вот этот в краснинку а эти три в розовинку так, наверное это сюда, это сюда а три эти сюда я не буду пытаться прям вот до последней капли выковырять все из пробника потому как оно выковырилось на самом деле они так долго лежали что, в общем-то по-моему, глупо, да? то у тебя помада лежит-лежит а потом из пробника вот прям как-то пытаться все, что можно ой вынуть как-то создавая лишний стресс я даже не буду записывать там артикулы, еще что-то сейчас какая-то одна помадка была на распродаже на сайте один какой-то цвет даже не помню артикул текстура мне очень нравится мне даже был какой-то позыв положить его в корзинку ну, я вовремя вспомнила что лежат пробники по факту один цвет моей губы только лучше я использую использовала пробник и использую теперь помаду так, на плойке помады я никогда не грела но я много раз кидала на ютубе надеюсь, у меня все получится так ай это была глупость с моей стороны так, вот так не делаем надо заворачивать бумагой для выпечки заранее ить 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 положение мы же чемпионы создать все трудности потом их доблестно преодолеть я просто боюсь остатками клея на рефиле уделать плойку поэтому мне очень надо справиться с этой частью закутывания плойки а я ее уже подогрела вот этой помадой я пользовалась видите о, а этой не пользовалась ни разу хотя цвет такой приятный видите, вот прям вообще ничем девственно не испачкана не стерта вот зачем покупать целые помады когда не можешь использовать даже пробник цвет, слушайте, классный какой ух так, оно неровно стоит вот эти три начали смешиваться и пытаться уплыть так, расплываемся ровно мне нравится уже, да греет-то и сверху и снизу вот так в общем запоминаем мучимся на моих ошибках надо хорошо чем-то закрыть плойку чтобы ровно стояли рефилы все это ровно грелось потому что нагрев идет и сверху и снизу и помадки быстро плавятся вот мы с вами в реальном времени это наблюдаем ай так, а ты сюда присоединяйся к ним так, придется держать чтобы не уплыло я, главное, умная позаботилась о пинцете чем хватать горячее ну ничего протекло на бумагу дальше они своим ходом доплавятся три пробничка в одном рефиле ах, красота получилась и главное, быстро слушайте если учесть мою ошибку с тем, чтобы оно не перекособочивалось на бумаге ну и в принципе помада вон там я вам покажу разлилась на бумагу так что бумагу-то я выкину подставку под горячее вытру супер и можно сильно и не перегревать так, стоп по-моему, так гораздо ровнее нагрев делается и можно, например, не 200 выбрать чтобы не было риска закипания помада сейчас у меня где-то градусов сколько? 25 если верить электронным часам в комнате и уже они снова организуются, густеют поэтому сейчас я поставлю на паузу уберу плойку лишней из кадра и вернусь будем уже крепить в палетку я вернулась и я вернулась в компании с вот этой палеткой по-моему, это были тени лавели теперь здесь живет сияющая ультра я эту палетку освободив от теней нашла, вспомнила, что сколько у меня было пробников этой ультра столько здесь ячеек разложила пробники и пробовала на легком-легком нагреве на электрической плите на вот этой, собственно, бумаге для выпечки поставить и греть начало вести пластик поэтому тоже, кто не видел эту душесчипательную серию так не делаем видите, палетка утратила способность закрываться но она у меня живет на столе дома и сейчас периодически я вспоминаю про эти цвета с блесточками такой вариант выгул собаки, детей праздник себе каждый день этот мне особенно нравится вот так а тут у нас получились очень даже такие что называется рабочие варианты такой розовенький так вот он совсем нежненький очень увлажняющая текстура все еще сохраняющие эти свойства при этом и стика она тонко ложилась как вот я люблю и вот так пальцем меня сильно, в общем-то, и не расстраивает что даже вот при том, что только что было подогрето не особо ярко набирается такая бальзам-помада пальцем еще потыкать, погреть надо вполне, что называется, в моем стиле в моем вкусе на каждый день, когда в общем-то, яркий макияж это либо для себя либо для ютуба а так я не из тех кто в рабочей обстановке макияжем пытается привлечь к себе внимание вытираем вытираем, потому что двойной скотч кстати, еще чуть тепленький рефил, но она уже так вот не хочет особо набираться вот тут все три цвета кисточкой можно здесь порозовее тут потемнее ну, в общем, такой цвет моей губы только лучше то, что мне и надо так, скотч тут по-прежнему липкий главное, чтобы жир от помады сильно липнуть не мешал так я знаю, что не все любят лазить по помадам и бальзамам пальцем вот у меня есть складные кисти я периодически лазаю кистями но не обещаю, что всегда это буду делать кистями вот такая палетка в дорогу у меня получилось опа и наклеечки какие красивые вот надо сумку уже проверять что у меня там скопилось из косметики и как-то реорганизовывать ну, я довольна этим способом практически 10 минут и компактная палетка готова я думаю, все остальные мои пробники ждет примерно такая же судьба переезд в палетки и будут палетки помад тем более у меня есть магнитная палетка в форме губ шикарная надо задумать этот проект и как только снова нападет свободное время обязательно его реализовать ну, а вам реализация всех ваших творческих проектов в наилучшей для вас форме и в самое кратчайшее время да собственно-то сделаю яркий подмалевок макияжа потом неосеру тонким слоем совсем чуть-чуть спонжиком и большой широкой кистью наша пудра Project M самоперепрессованная тоже на глазах тушь а лишь вот сегодня первый раз я ее нанесла и почувствовала что что-то как-то глазки щипет по-моему она у меня с начала года и наверное я ее отправлю в коробочку кончилось в 24-м году наверное все хватит а то что-то я действительно в этом году еще и забила на всякие сроки открытия-закрытия туши пора расставаться хорошо поработала тем более уже скоро через месяц ее переиздание в каталоге будет вон у меня принт затерся кисточка мне понравилась тушь понравилась буду брать еще а пока я прощаюсь с тушью я не прощаюсь с вами я надеюсь на вашу подписку лайки и приятное общение в комментариях всем отличного дня и не забывайте любите радоваться каждый день спасибо за просмотр! Продолжение следует...